Нижегородские антимонопольщики опубликовали результаты мониторинга цен продуктов питания. Эксперты УФАС отмечают так называемую продуктовую дефляцию, то есть идет процесс снижения стоимости товаров. Рекордно подеживели картофель почти наполовину, морковь и яблоки на треть, а говядина обойдется на четверть дешевле. Есть еще интересный факт. Цены в разных районах могут существенно отличаться. Самые выгодные покупки можно сделать в Ленинском районе, а вот ценники в Нижегородском по-настоящему кусаются. Как это объяснить? Если это интересно кому-то, есть о чем думать, например, в направлении устройства организации торговли розничной на территории автозаводского района, представленности тех или иных продуктов, источников поставок и тому подобное. Конечно, отмечается и рост стоимости продуктов. Геркулес, ржаной хлеб, свинина и куриное филе подорожали от 15 до 20 процентов. Интересно, что подобную разницу цен руководитель Нижегородского УФАС Михаил Теодорович как раз и связывает с проявлением дефляционного процесса. По его словам, продавец вынужден идти за покупателем, предлагая на разных территориях города свой товар по разной цене. Это один из признаков оживления рынка. Есть уже ставшие привычным, к счастью, ставшие привычным разнонаправленное движение цен, то есть цены на разные товары. Даже и цены на товары одной товарной группы движутся по-своему. Там нет скоординированности, там нет взаимосвязи какой-то, нет корреляции. И при этом сами цены находятся примерно в рамках тех коридоров, которые сложились уже, можно сказать, исторически. По словам главного Нижегородского антимонопольщика Михаила Теодоровича, рынок в ценовом отношении дружелюбнее к покупателям в Нижегородской области, чем по России в целом. По его словам, цены на целый ряд продуктов в регионе не достигли собственных максимумов двух, трех и пятилетней давности. И для потребителей это большое благо.